Здравствуйте, меня зовут Кузнецов Михаил, и сегодня я хотел бы рассказать вам о нашем проекте «Определение правдоподобности дипфейков с использованием методов обучения без учителя». Собственно, дипфейки очень быстро развивающиеся технологии, и ключевым качеством любого дипфейка является его неотличимость от настоящего лица человеческого, от настоящего изображения. И проблему, которую мы стремились решить, было описать понятие правдоподобности в виде какой-то характеристики формального признака. Целью нашего проекта была разработка метода для оценки качества генерации дипфейков. И, собственно, задачей, на которую мы подразбили всю работу, было, первое, изучить материалы по теме, второе, подобрать соответствующие инструментарии, методы для анализа и датасеты, ну и провести тестирование, собрать статистику и сделать какие-то выводы. Собственно, пайплайн проекта выглядит следующим образом. Мы берем изображения настоящих лица дипфейков, применяем к ним методы обучения без учителя, то есть в данном случае получаем промежуточные векторные репрезентации, также называемые имбеддингами, и к ним уже применяем какой-то статистический анализ, какие-то статистические методы. Стоит отметить, что в отличие от других подходов, мы использовали обучение без учителя, которое подразумевает отсутствие размеченных данных, размеченного датасета. Мы предположили, что именно такой подход позволит вычленить признаки, по которым можно будет говорить о правдоподобности изображения, когда мы, собственно говоря, не знаем, какое изображение настоящее, а какое нет. Мы использовали три датасета. Первый — это FFHQ, датасет лиц настоящих людей в высоком разрешении. Второй — это датасет StyleGun, сгенерирован с помощью нейросети StyleGun, практически неотличимый от настоящих лиц. И третий — это датасет сгенерирован с использованием DC-Gun, уже считающийся устаревшей архитектурой, но и, как вы видите, действительно изображение не очень правдоподобно. Снизу представлены цвета, с помощью которых соответствующие датасеты обозначались на дальнейших графиках. Для написания нейросетей мы используем библиотеку Keras, в то время как для работы с классическими методами мы используем библиотеку CycketLearn. Для получения промежуточных векторных репрезентаций мы использовали такую архитектуру, как вариационный автоэнкодер. Для получения промежуточного векторного представления она использует перемножение двух векторов. Векторов средних значений и векторов стандартного отклонения. И за счет этого векторное представление получается непрерывным. И, как следовательно, репрезентация становится более информативной. И за счет этого, к слову, вариационный автоэнкодер зачастую используют как генеративную модель, то есть с помощью нее можно создавать новое изображение. Далее мы применяли методы понижения размерности к полученным векторам, чтобы получить векторную репрезентацию с минимальным числом компонент, в данном случае это два, для упрощения дальнейшего анализа и визуализации. И, как вы видите, мы построили плотность распределения вероятности для функции. Ну, сама, собственно, функция была это сложение по двум суммам, по двум компонентам. Как вы видите, DCGUN, он аномально выделяется на фоне StyleGUN и настоящих лиц. Ну и среднее значение для всех элементов выборки, как вы видите, DCGUN, он действительно стоит дальше от настоящих лиц, чем StyleGUN. Аналогично для метода KPCA, в данном случае с полиноминальным кернелом, также DCGUN стоит гораздо дальше от настоящих лиц, нежели StyleGUN. Аналогичный результат мы получили при применении такого алгоритма, как T-SNE, и когда мы и стандартное отклонение посчитали, и среднее значение по двум компонентам, получили аналогичные результаты. Также мы решили провести эксперимент с использованием архитектуры, используемой для распознавания лиц, FaceNet. Она обучена более чем на 200 миллионах изображениях реальных человеческих лиц, и мы предположили, что с помощью нее можно будет также вытянуть какие-то признаки, характерные именно для настоящих, реальных человеческих лиц. Вот в данном случае мы применили алгоритм T-SNE к эмбейдингам, полученным из FaceNet, но, как вы видите, здесь уже результаты не настолько явные, то есть незаметно так, чтобы DCGUN стоял сильно дальше от настоящих лиц. Аналогичная история получилась с методом анализа главных компонент. Тут также и для среднего значения, и для стандартного отклонения получились не очень результаты. А вот уже для kernel PCA явно видно, что настоящие лица ближе к стайлгану, нежели чем к DCGUN. Ну и для SVD, то бишь матричного разложения, не было получено каких-то явных результатов. Также к репрезентациям, полученным из вариационного автоэнкодера, мы решили применить методы кластеризации. В данном случае классический KNN, метод к ближайших соседей. Но в нашем случае мы использовали классическое эвклидовое расстояние. Вот приведены результаты. Было проведено ряд экспериментов. DS – это кластеризация DCGUN и стайлгана. DR – это, соответственно, DCGUN и реальных лиц. SR – стайлган на реальных лиц. И DSR – это, соответственно, попытка кластеризовать все три типа лиц. Ну и как вы видите, что, собственно, совпало с гипотезой, DCGUN было проще всего отличить от реальных лиц. В то время как стайлган от реальных лиц отличался хуже всего. Ну и с семью ближайшими соседями мы получили наилучший результат. А в дальнейшем мы планируем более подробно проанализировать векторные представления внутри нейросети, применить более продвинутые state-of-the-art подходы для кластеризации полученных векторных представлений, как-то чтобы обновить результат. И также полученные результаты, как вы видите, можно будет использовать для оценки качества сгенерированных дефейков по тому, как вы видели, что расстояние они действительно показывают эту разность. Ну и, собственно, здесь вы можете видеть гитхаб нашего проекта, если вас заинтересуют результаты и процесс исследования. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok